Есть славянская мифология существа, кого однозначно считают сегодня негативными или позитивными. Но поскольку практически все эти создания зародились в язычестве, а у тех не было однозначного зла и добра, так и даже порождение тьмы зачем-то людям были нужны. В наши дни выражение кихимороболотное вошло в обиход, как данное. Авторы уже выставляют эти существа как просто изначально отрицательных и болотных. Никто не думает о том, что к болоту кихимору привязали такие же авторы, так же, как и человекообразные эльфы, исключительно выдумка отдельных писателей. Народное поверье о кихиморе делится на более ранние версии и поздние. Отношение к ней менялось со временем. Начну с ранних версий. Кихимора раньше так же было нечто неприятное. Но тогда почему по многим источникам так часто в супруге ее приписывают такого положительного домового? Возможно, славяне так олицетворяли в какой-то степени женскую и мужскую сущность. Ну а если серьезно, то данные духи явно работали вместе. Домовой следил за порядком. Кихимора наказывала за беспорядок. Чаще домовой помогал людям, реже наказывал или пакостничал. Кихимора же чаще хулиганила и карала безответственных хозяев дома. Например, у нерадивых женщин путала оставленную пряжу. Могла по ночам переворачивать мебель или бросать вещи. Но поутру все было на своих местах. Так что Кихимору страдания и времена считали скорее безвредной, чем опасной. По разным версиям она жила как и в общем доме, так и только на женской половине. Она могла принимать разные обличия. Как правило, маленькая голова с наперсток, шкодливой старушонке. Реже женщиной, девушкой или мужчиной. Есть также и другие упоминания, что Кихимора в доме существовала только седмицу, на святке. Все это время она прела не простые нити, а кое говорят определяли судьбу дальнейшей жизни обитателей данного жилища. Тут уже она не хулиганит, а выполняет определенную работу. А чтоб после умереть или заснуть, дабы появиться вновь через год. Но чем ближе к нам во времени, тем жестче становятся образ Кихимора. Уже реже ее рассматривают связи с домовым. Появляются уже упоминания о ее по каким-то источникам в супружестве с Лешим. В более поздних версиях Кихимора также селилась в домах, где обитали люди. Ее порой подселяли проклятием, колдовством или обманом. Бывала она и сама входила в дом, где хозяева грешили беспорядком. Но в этих случаях обитатели дома всеми силами ее гнали из своего жилища, выметая, вымывая, наводя порядок, даже проводя некоторые обряды. Иначе дома царила не сумятица, хаос и неразбериха. Рогами Кихимора, по некоторым поверьям, являлись домашние животные, кошки или собаки, по-другим медведи. Но избавиться от нее, раз уж она поселилась, чрезвычайно трудно. Также находится упоминание, что Кихимора приходила в дом, где умер домовой. Или ушел вместе с хозяевами. Тогда все село, где она обитала, могла ждать беда. Кихимора крали детей или наводили там хаос. Таким образом, понемногу Кихимора, как супружница Лешего, сначала стала отрицательным персонажем, а после перекантовала в лес, где и Лешего лишилась. А потом и вовсе у кого-то обратилась к чудовищам. Но вам судить, какой образ интереснее. Первичный, более поздний, недавний или современный.